Я не плачу, не путите, не путите. Такое у нас доброе утро, да? Вышли мы погулять. Дама наша не спит, капризничает. Дима, аккуратно головку. Всем привет, мы уже пришли домой. У нас на улице вообще какой-то трэш, такой ветер сильный. Соня там начала капризничать. На руки просится, я на руки ее взять не могу, потому что ветер очень сильный. Боже мой, мы бежали с Димой домой быстрее, наверное, с самолета. Смотрите, это радость наша. Соня, кто капризничает, а? Расскажи, кто капризничает, а? Кто такой капризный? Ты? Девчонка капризная. Нашла Димкин бодик, который Димка носила, и одела Соньки. Он так похоже, как будто Димка маленький. Так у нас Димка была с такими щеками большими. А Сонька у нас девочка такая, не сильно крупненькая, да, Соня? Завтра уже 4 месяца, бух ты, мое время бежит просто, просто катастрофа. Так, сейчас я хочу, опять я готовлю свои синие. Я их уже порезала, они у меня уже стекли. Сейчас я это все дело закину быстренько в мультиварку. Купила я этот раз томатную пасту. Кубанская станица. Попробую, не знаю, я вообще не очень люблю такие банки. Использую пару ложек в свои синие, и все остальное я заморожу. Я вам покажу, как я замораживаю, потому что если я оставляю банку так, я крайне редко пользуюсь томатной пастой. Она у меня цветет, и я потом выбрасываю, поэтому я все время брала такие одноразовые. Но они получаются чересчур дорого, 25 рублей одна вот эта вот столовая ложка. А эта банка пол-литровая, наверное, почему-то не написана. Да, пол-литровая, 550 написано. Вот, она стоит 77 рублей, ну как бы разница очевидна. И еще вчера нам бабушка передала целый пакет яблок. Яблоки, ну такие они битые немножко, с червяками, ну безумно вкусные. Они прям пахнут яблоками, видите, они такие, не очень. И я хочу испечь сегодня шарлотку. Вот, потому что что-то хочется сладенького, безумно хочется торт, конфет. Вот такое, не знаю, что творится, прям хочется такого сладкого, неполезного. Я и так особо сейчас питаюсь не очень правильно, булочки. Но хочется. Так что сейчас начинаем готовить. Так, у меня сейчас обед. Рис с курицей, который я вчера тушила с овощами. И салатный помидорчик. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Форму я смазала маслом. Сейчас буду выкладывать сюда яблоки. Яблоки я почистила и очищаю от кожицы. Потому что, когда приготовится шарлотка, ну не очень. Так, дальше приготовляем тесто. Извините, что у меня здесь бардак, у меня здесь тушится синий. Так, разбиваем 3 яйца. И высыпаем стакан сахара. И все это нужно быстро убираем. Так, все это нужно очень хорошо взбивать. Лучше, конечно, взбить это все дело миксером. Но как бы у меня сейчас спит зима, поэтому я взбиваю это все дело вручную. Когда я взбью яйца с сахаром, добавляем потом стакан муки. На заднем плане играть. Стакан муки и чуть-чуть взрослителя. И все выливаем поверх яблок наших. Там, тесто я взбила. И теперь выливаем тесто в яблоки. Ну, это такой стандартный рецепт шарлотки. Быстро, просто. Вот. Потом я ложкой все это дело распределю, чтобы было по всему тесту. Вот у меня форма универсальная. Я в ней все запекаю. Вы сами видели. Курицу. Точно, Соня, будь здорова. Точно, будь здорова. И пироги я здесь пеку, и все. Яблочные пироги, мясные. Такая универсальная форма. Которая, знаете, как говорится, норма для нашей семьи. Не больше, не меньше. То, что надо. Она очень хорошо ее можно мыть в посудомоечной машине. Что немаловажно. Потому что некоторые формы нельзя мыть. Знаете, как сковородки. Почему-то их нельзя мыть в посудомойке. Это какой-то кошмар. Я уже, наверное, рассказывала. Бывает, пожаришь котлеты. Стоишь и отмываешь ее дольше, чем ты их жарил. Так, закинул в посудомойку и все. Ну и таким образом я испортила все свои сковородки. Они начали прилипать. Вот. Все. Тесто. Все. Жарлотка готова. Ставим ее в духовку. В разогретую духовку. На 180 градусов. Минут на 30. Будете смотреть. Потом достать зубочисткой. Проверить. Тоненько получится. Я думаю, что можно тесто в два раза больше сделать. Больше яблок. У меня здесь 5 яблок. Можно было больше, наверное, яблок положить. И тесто сделать в два раза больше. Ну, посмотрим, какое оно будет сейчас. Если будет сильно тонкое, то я сделаю еще. Все. Отправляем в духовку. Смотрите, вот осталась у меня томатная паста. Я беру вот такие вот лоточки. Это икеевские лоточки. И перекладываю томатную пасту в эти лоточки. Где-то получается по 2 столовые ложки. Вот. Все это делаю в морозилку. Потом вы достаете с морозилки. И у вас томатная паста всегда свежая. Никогда она у вас не закисает. Очень удобно. Еще можно положить в пакет. Целлофановый обычный пакет. Вот можно туда еще положить. Тоже удобно. Вот у меня. Еще, может быть, даже одну достану. Маленькую. Тоже икеевская. Вот такая вот. И все. Посмотрите, у меня получается 5 еще. 5 коробочек у меня будут готовы. И еще очень красивая баночка. У меня, кстати, такие баночки есть. Я закрывала в них. Точнее, закрывала в них леча. Томатную пасту я делала сама. Я просто перекручивала помидоры. И все это дело закрывала. Тут у меня чуть-чуть осталось. Поэтому я подсыпаю с этих баночек себе, чтобы у меня было чуть-чуть побольше. Так вот. Вот все. Томатная паста готова. Так, пирог у меня готов. Сейчас будем доставать. Доставим прихватки. Опа! Шарлотка. Представим ее. Что-то она у меня здесь постояла немножко. Как раз Димка проснется и будем пробовать. Я сегодня еще купила кефирчик свеженький. И будем есть шарлотку с кефиром. Я думаю, что это же может быть вкусно. Видите, она такая получилась не сильно высокая. Видите? То есть, в принципе, на вот эту форму можно... Я давно уже не готовила. В прошлом году последний раз делала. Или зимой. Зимой, наверное, я делала. А, нет, зимой я не делала. Я была беременна соней. И у меня был жуткий токсикоз. Меня тошнило всю беременность. Это был какой-то вообще кошмар. Я не могла есть сладкое. А потом у меня началась дикая изжога. И получается, я на Пасху наелась Пасх, запила это все дело Ренни. И через два дня я уже родила. Поэтому не было у меня ничего сладкого. Снова я ела хлеб, булки. Все вот такое вот было. Не хотелось. От соленого тошнила, от сладкого тошнила. Ничего не хотелось. Это было, конечно, ужасно. Токсикоз, это кошмар. А еще я приготовила компот. Сейчас вот перелила его. Быстренько сейчас все это дело помою. Что я не должен остыть. Перелью Димке. И буду ждать, когда он... Пирог приготовился. Мы с Димкой уже кушаем. И компотик, да, пьем? Дим, ну как тебе шарлотка? Вкусно? Очень вкусно получилось. Не сильно сладко. Яблоки такие кисло-сладкие. Если яблоки у вас сладкие, добавляйте сахара поменьше. Не стакана меньше. Будет сладко очень. Так что всем приятного аппетита. Дадим? Только проснулся и сразу за пирог. Еще горячее. Мы даже не успели, чтобы он остыл. И компот у нас. Тоже вкусный. А с компота я еще хочу сделать желе. Не знаю, получится или не получится. Такое, чтобы холодненькое было желе. Так что, если буду готовить... Домой погуляли. У нас так похолодало. Прям вообще. Очень холодно. Замерзли даже немножко. Что буду с вами на этом прощаться. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Мне очень приятно с вами будет пообщаться. Надавайте свои вопросы. Мы с пончиком. Желаю вам спокойной ночи. Всем до завтра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.